29 июля генеральный консул республики Узбекистан в Казани Фаридин Насриев посетил Казанский федеральный университет. В ходе визита представитель соседней республики встретился со студентами из Узбекистана и ответил на многие интересующие их вопросы. Сегодня руководство Казанского федерального университета довело также до студентов, что ни один из студентов не будет выселен и те студенты, которые закончили обучение, получили дипломы, имеют право оставаться до 31 августа в общежитиях до выезда, возвращения на родину. Самыми часто задаваемыми вопросами от студентов были вопросы касательно проживания в общежитии, возвращения студентов к себе на родину и продолжения обучения в КФУ. Помимо консула, на вопросы от студентов отвечал проректор по внешним связям Тимирхан Алишев. Мы всегда идем на встречу с студентами, ни один студент не остается у нас на улице. Постараемся найти койко-место для того, чтобы этот студент расселить. Работают институт и университет в целом. Помимо этого, важным вопросом от студентов стал вопрос выплат материальной помощи. Как заявили на встрече, всем студентам из Узбекистана, проживающим в Казани, от узбекской стороны будут положены выплаты. Я думаю, все правила были достаточно четко господином генеральным консулом, студентам разъяснены. У них такая возможность есть, получить половину мрот. Тем студентам, которые, всем, собственно, которые проживают здесь в городе Казани, сейчас в наших общежитиях и на квартирах. И тем студентам, которые, к сожалению, переболели заболеванием ковидом, у них есть возможность получить полный мрот. То есть там 12 с лишним тысяч рублей. Несмотря на то, что границы с Узбекистаном в скором времени, возможно, будут открыты, многие студенты изъявили желание остаться на лето в Казани, чтобы подготовиться к следующему учебному году. Лев Диденко, Фарид Захитоглы, Универ Ньюс.